В Алтайском крае начали выдавать удостоверения многодетных семей. Всего в регионе их получат 35,5 тысяч семей, которые воспитывают почти 120 тысяч детей. А с 1 октября на Алтае начнут внедрять цифровой образец этого документа. Он будет работать в соответствии с возможностями портала госуслуг в личном кабинете у родителей и по QR-коду, когда появится возможность считать его, будь то в магазине, мы в дальнейшем предполагаем, в музее, либо в общественном транспорте, то семье не потребуется предоставлять бумажное удостоверение. Считывать QR-код для учета статуса многодетной семьи нужно, чтобы получить определенные льготы. Это значительно экономит средства. Семьи с тремя детьми составляют львиную долю многодетных в крае. Но у нас есть и более многочисленные ячейки общества с 10 и более детьми. В 2024 ввели несколько новых мер поддержки. Бесплатное посещение музеев и выставок, бесплатное горячее питание. Этим пользуются 36 тысяч школьников и 3 тысячи студентов СУЗов. Почти 200 миллионов рублей в краевом бюджете предусмотрено на бесплатный проезд учеников из многодетных семей. Почти 5 тысяч семей уже воспользовались 30-ти процентной компенсацией услуг ЖКХ. Из прежних мер востребован материнский капитал. Семья может выплату получать в денежном выражении. То есть раз в полугодие взять один прожиточный минимум на нужды, которые необходимы семье. Так вот в прошлом году 7 тысяч семей воспользовались тем, что из материнского капитала взяли необходимую для них сумму. И в этом году уже тоже 6 тысяч семей. Чаще всего материнский капитал направляли на улучшение жилищных условий. Реже всего для адаптации инвалидов. Из нового капитал можно тратить на подключение центральной системы электроснабжения и водоотведения. Добавим, что Алтайский край – один из 38 регионов страны, где получение мер поддержки многодетных семей не привязано к критериям нуждаемости. Анастасия Драган, Андрей Печоркин, День с толком.